Добрый день всем! Сегодня мы будем менять подшипники в стиральной машинке LG Я думаю, что не нужно рассказывать, как она элементарно разбирается в верхней окрыске и все остальное То есть наша задача сейчас снять переднюю часть с электронным модулем Снимается она достаточно просто Разъемы обычно отсоединяются достаточно легко Иногда, конечно, нужно нажать отверточкой в тех случаях, если клеммы сами поджимаются Следующим этапом это снятие манжеты резины Снимается она, в общем-то, просто Поддевается резинка Снимается Резинка отдергивается достаточно простым способом Не волнуйтесь, не сломайте, если будете делать Обычно в нижней части ржавчина В области, где идет фильтр Там обычно у стиральных машинок LG есть маленький винтик Он выкручивается Вот он находится Он выкручивается, после этого отверткой поддевается кластиковая часть И в большинстве случаев она отщелкивается без трескания самих защелок Но это вам как уже повезет Если машинка очень старая, обычно защелки трескаются Потому что много жира, порошка и всякой остальной мучи Вот Если мы посмотрим, то Вот эти защелки Вот они Они обычно Трескаются И почти Вот они Почти они одноразовые Три линза В нижней части три линза Которые позволяют Снять Переднюю крышку Иногда эти винты Ржавые И приходится их высверливать Также в верхней части два винта Раз И два После этого крышка легко снимается Крышку можно отставлять в сторону Замок Без особых усилий Обычно снимается Защелок там нет Все Вот она передняя часть Факторальной машинки LG Для удобства Откручивается груз Болты на 10 Потому что можно, конечно, груз не откручивать Если у вас два человека Но, честно говоря, будет сложновато Вот финальная часть откручивания груза Все, в общем-то, вот так вот просто снимается Вторая половинка Мы, наверное, снимать не будем Это и так понятно Верхний груз снимается тоже просто Четырем болтами на 10 Инструкция краткая Поэтому, если что, пересматривайте Все, снимается достаточно просто Все, груза нет Если это встроенная машинка LG То снимаются еще вот эти вот винты Для того, чтобы снять Переднюю крепежную планку Раз и Два Все, после этого планка легко отщелкивается Ну, у нас она легко отщелкивается У вас, может быть, это будет немножко дольше Остальную часть просто можно откинуть Да Еще раз, кто прослушал Снимается порошкоприемник Достаточно просто Снимается верхний патрубок Который отводит воздух Патрубок, который соединяет бак Он обычно закисает немножко Все, порошкоприемник можно просто откинуть Откручивать полностью его не обязательно Чтобы снять амортизатор Мы снимаем заднюю крышку О том, как откручивать четыре болта Мы показывать не будем Вот И через заднюю крышку снимаем ремень со шкивом Тут не сложно Вот Можно отсоединить сразу, в принципе, ТЭН И двигатель Мы добираемся до амортизаторов И через заднюю стенку амортизаторы снимаем Для того, чтобы можно было вынуть бак Все Нажмай ТЭН снимается обыкновенным головкой длинной Или на 8, или на 10 Это уже кому как повезет В большинстве случаев 10 Также провода Честно сказать, не заморачивайтесь Эти вот затяжки можно просто срезать То есть ничего страшного в этом нет Потом купите новые затяжки И приделайте их обратно к баку Амортизаторы, в принципе, можно снять и с передней части Это уже кому как будет удобнее Или положить на бок Да, можно машинку положить на бок И так их раскрутить Вот они с другой стороны Это пластмассовые пальцы Они с этой стороны, с передней части берутся плоскогубцами С обратной стороны вы можете пальчиком нажать там Маленький такой небольшой стопор Для того, чтобы сама пластиковая часть Вот эта вот амортизатора Она выскочила обратно Можете, конечно, разобрать снизу Вот сам палец С той стороны, вот с той стороны Маленький такой стопор Его нужно нажать и тогда Амортизатор, ну, пластиковая часть выскакивает сюда Вот Она нажимает Вот стопорная часть Если ее нажать, вот Она плоскогубцами аккуратно вытаскивается Вот Все, вот мы вынули амортизатор Второй амортизатор снимается аналогично Вот и все Кому-то из вас будет неудобно Могите снять нижний насос Он держится всего лишь на одном месте Вот на этом вот Он откручивается И после этого весь насос Вот он Туда вынимается После этого вы получаете свободный доступ К амортизатору Последний пружин, что держит, в принципе, бак и корпус Это патрубок, который идет в клевной насос Он отщелкивается плоскогубцами Он отщелкивается плоскогубцами Снимается зажимное кольцо И, в принципе, все Вот теперь Сам бак У нас Вот он Висит всего лишь на Двух пружинах Сзади К этому вот К термодатчику А, провода термодатчика тоже еще В принципе, их можно просто выдернуть Ничего страшного в этом нет Нечего делать Пружины снимаются достаточно просто Пластиковые зажимы вынимаются Вот они С другой стороны делается то же самое Все После этого пружины можно приподнимать Вот, фактически снялась одна сторона бака Это может сделать один человек То есть, если вы это делаете самостоятельно Это происходит вот таким вот образом Все И бак снят Осталась только трубка присостата, которую мы забыли отсоединить Она просто выдергивается Тоже ничего страшного в этом нет Не волнуйтесь Обратно, когда будете ставить, можете поставить на герметик Все, вот бак и снят Ну, это была самая простая процедура Теперь будет идти разборка бака Теперь, когда бак перевернули кверх ногами Двигатель снимается обыкновенными тоже Он держится болтами на 10 Вот Болты на 10 Иногда их бывает 4, иногда 2 В нашем случае 2 То же самое второй болт Двигатель у нас съезжает очень просто Он держится на пластиковой части И вот, в общем-то, он соскользнул Вот и все Вот ременьки, на которых он держался Вот В общем-то, все Тен можно не вынимать Бак кладем Задней стороной вверх И откручиваем сам шкив Головкой, если я не ошибаюсь Насколько, на 22 На 22 или на 24 Это уже как? В зависимости от модели Самое сложное Это переднюю часть Первый раз его сбить После этого она уже будет откручиваться Очень легко Вот Гайка не контрится Поэтому должна откручиваться легко Если, конечно, она у вас не залипла водой После этого все Видите? Пожалуйста, не потеряйте самую верхнюю шайбу Вот фактически у нас вал Подшипники Поскольку у нас вал Вы видите, вот Внизу торчит Вот Чтобы не портить его И не зажимать Ничем Чтобы он не замялся Желательно положить бак на два бруска Либо на что-то Чтобы вал был посередине После этого все дальнейшие операции с баком Можно легко проводить Не повредив сам вал Это очень важно Поскольку этих винтов Здесь почти 20 штук Или около того 12 штук Вот Ну, под 20 Есть два варианта Когда включить Я сначала срываю Потом их можно просто шуруповертом Ну, если у вас нет шуруповерта Вы можете делать это вручную, конечно Процедура не сложная После того, как все винты сняты Бак должен легко расколоться на две половины Вот Все Делать это может один человек Резинка, как мы видим У нас целая В общем-то, все Если у вас подшипники в более-менее нормальном состоянии То сам бак должен легко выйти Если же, конечно, этого не получается То приходится его выбивать Очень часто в быту получается так Что подшипники закислены И приходится выбивать Никогда не выбивайте чистым железом Желательно это делать через медь Можно, конечно, бить чистым железом Но тогда смысл того, что вы меняете подшипники На этом заканчивается Потому что вы просто повредите болт Вот Медный переходник Не добили немножко Вот, в общем-то, и все Как мы видим Вот Налицо то, что Вот вообще сальник остался Она у нас на барабане Он ведь уже накрылся Все уже ржавое Ржавчина от подшипников Вот в каком состоянии у нас сальник Вроде бы как бы целый Но на самом деле от лимонной кислоты Или колгона Вот Вода уже прошла в блок подшипников Естественно, это все здесь уже покрылось Немножко легкой коррозией Вот что у нас Во внутренней части Помимо шлака и всей остальной Вот Билиберды Которая прилипает Вот у нас состояние подшипника 206 даже Вот Он ведь ржавый Здесь то же самое Ну, здесь, в принципе, выработки на валу нет Поэтому это все аккуратненько зачищается Наждачкой Наждачкой нулевкой Ну, по-русски это там Трехсотая Четырехсотая Шестисотая До блеска После этого у вас все будет хорошо Также можно посмотреть на тен Что он у нас очень чистенький Это благодаря вашей любимой лимонной кислоты Или колгоном Чаще пользуйтесь лимонной кислотой Или колгоном И тогда у мастеров, которые чистят Чинят стиральные машинки Всегда будет работа Потому что лимонная кислота не дружит с резиной А вот наша резина Вот наша резина Она дубеет Вода проходит сквозь сальник Подшипники И вы попадаете на замену подшипников Поэтому почаще чистите машинку лимонной кислотой Лучше побольше Чем больше и чаще вы будете ее сыпать Чем чаще будут накрываться сальники Тем чаще мы у вас будем делать замену подшипников Не понимает в сальниках Вот его размер 37, 66, 9,5 дробь 12 Еще раз вернемся 37 это его, кто видит Вот внутренний диаметр 66 это внешний диаметр 9,5 это диаметр его боковинки А 12,5, которые мы вот здесь вот видим А 12 просто Это высота юпочки То есть его нормальный размер 37, 66, 9,5 дробь 12 Вот так вот он считается В принципе вы можете взять сальник Как 9,5 так и 12 И ничего страшного из этого не будет Главное чтобы совпадали размеры 37 и 66 Специальной выколоткой мы выбиваем подшипники Сначала Маленький через большой Показываем Вот он Вот он выбился Обычно он всегда целый Ну и потом естественно переворачиваем крышку Вот у нас тут большой подшипник И выбиваем его Все Вот он почти выбился Осталось буквально чуть-чуть Все Вот он наш подшипник Он даже не вращается И не хочет вращаться Естественно ему наступил полный капец 200 206 подшипник Последняя буква Z Это означает что он в металле Вот обыкновенный подшипник у нас 206 В металле ZKL Хочу напомнить что В принципе без разницы какой подшипник вы ставите Я имею ввиду китайский или оригинальный Потому что они все выдерживают До 10 тысяч оборотов А в машинках как вы знаете не больше 1200 оборотов Соответственно подшипники можно ставить любые Главное поставить нормальный качественный сальник Забивается подшипник обратно тем же подшипником Который вы вынули Вы можете конечно это сделать железякой Но если вы вымнете защитную обойму То все начнется заново Дальнейшее забитие Вот он в принципе полностью сел уже Дальше можно в принципе медной выколоткой Добить его окончательно Туда уже полностью Главное не попасть по защитной окантовке Иначе вы вымнете и он со временем гэпнется Бьем и только по краю По звуку уже будет понятно Что когда он полностью сел Звук станет глухой О все Может быть на камере вы этого не ощутили Но когда звук стал глухой Значит подшипник сел полностью Вот это все Я не знаю ощутили ли вы на камере этот звук Но он поменялся Вы это почувствуете Тогда будете забивать Все То же самое это делается с обратным подшипником Внешним Все Вот он тот звук Когда подшипник сел полностью Сальник просто вдавливается пальцами Никаких дополнительных усилий к этому прилагать не нужно Он просто вдавливается до упора И после этого уже естественно не давится Все Эта процедура должна быть легкая Мы специально протерли вокруг часть Потому что характерно для LG Вот здесь вот видно Маленькие тоненькие трещины Которые со временем потом Начинают перерастать в большие Особенно когда вы сильно дубасите Но это не мы сделали трещину Это естественный процесс Это характерно для машинок LG старше 10 лет Поэтому будьте более осторожны Когда выбиваете подшипники И запрессовываете новые В том числе и сальники Чтобы вот такие вот трещины Потом у вас не лопнули И вы не попали на новый полубак А в большинстве случаев на сам бак Потому что полубак вы не всегда можете купить Особенно на LG Важным аспектом ремонта является зачистка вала Мы всю процедуру показывать не будем Но могу вам сказать Что если вы плохо зачистите это место Оно со временем согрет у вас сальник Вода пройдет в подшипник И ситуация у вас повторится Поэтому пожалуйста Не пожалейте времени И зачистите до идеального состояния То место где будут подшипники Особенно сальник Чтобы ржавчина не съела резину Вы это можете делать как тряпкой В зависимости от состояния Так и наждачкой Но мы всю процедуру показывать не будем То есть мы можем просто вас уверить Что мы эту работу сделаем хорошо И теперь самая ответственная процедура Это нанесение смазки В сальник Потому что от этого в принципе зависит все Смазка должна быть не литол Не какой-нибудь я не знаю Супер-пупер японская смазка Которую вы где-нибудь раздобыли на друга На СТО Который вам пообещал Золотые горы Смазка должна быть индезитовская Называется она Гидро-2 И только это Она устойчивая к горячей воде И стиральному порошку Все остальные смазки Вымываются стиральным порошком Или горячей водой Поэтому пожалуйста Не экономьте на подобных вещах Купите оригинальную смазку Поставьте ее И забудьте Ну можете конечно поставить литол И через 7-8 месяцев У вас процедура сборки-сборки Стиральной машинки И замена Стиральных Замена подшипников Повторится То есть если вы получаете От этого особо сильное удовольствие То пожалуйста конечно Вот так вот наносится смазка Полностью забивается Внутренняя часть Сальника Перед тем как Одеть барабан На полубак Можете еще Если у вас осталась смазка Смазать внутреннюю часть Крестовины Ну то есть Основного вала Втулку Втулку На которую садится сальник Да Втулку на которую садится сальник Потому что оно в принципе Смазки в этом случае Много не бывает Она просто Остальная уйдет в подшипник Вот После этого она аккуратненько Одевается Все Быстро Просто После этого Желательно ее сразу Одеть на нее Шкив И затянуть Чтобы она у вас Не ходила И не выскальзывала Если процедура сбивки И всего остального Была долгой И тяжелой То процедура одевания Вала на подшипнике Это очень быстро Особенно если вы Хорошо все зачистили И у вас Ничего не разбито Вот наш киф Одеваем Вы его по-другому Не оденете Там Кольцо неправильной формы Шайбочку Не забываем Иначе вы что-нибудь Перетянете И затягивается Я вам не могу сказать Сколько там Дьютонах на метрах Но могу сказать Что это усилие Не сильно большое Пожалуйста Не делайте этого До фанатизма По-русски Оно никаких силовых функций Не несет То есть просто Чтобы он не соскочил Переворачиваем Ставим на наши Деревянные подставки И одеваем Вторую половину Полубака Для особо энтузиастов Которые любят Стизовую стиральную машинку С внутренней части резинки Вы можете удалить мусор Смотрите Я сейчас покажу Вот там вот Большое количество Всякой ерунды Это остатки пороша Ткани И фактически Накипи Поэтому Желательно Зачистить И если у вас Есть возможность Посадить на силикон Вы хуже не сделаете Поверьте Потому что Если у вас Попадет пыль И остатки накипи На резинку У вас в этом месте Машинка начнет течь Она не стекла Пока она была Все целая Но с годами Резинка рассыхается Соответственно Когда вы соберете У вас может она Опять начать течь Поэтому Если у вас Есть возможность Не пожалеете Буквально Четверть тюбика Силикона Может быть Итого И одну пятую Процентов Может быть Даже 15 Для того Чтобы Просиликонить Вместо стыка Двух полубаков Ну и естественно Перед этим Предварительно Убрав Все накипь Пыль И все Что там есть Если вы Что-то не успеваете Понимать Пожалуйста Перематывайте Обратно И просматривайте Еще раз Вот так это Процедура происходит Все Тоненьким слоем Можно брать Обыкновенный Бесцветный Санитарный Силикон Тонким слоем Буквально Чисто символическим По окружности Вы им проходите Когда начинаете Собирать полубаки После того Как все Просиликонилось Аккуратно И просто Закрываем Вторую часть Полубака Естественно Предварительно Тоже убрав Оттуда пыль Вместо стыка Иначе Когда пыль У вас попадет На две Между двумя Половинками То в этом месте Машинка Может начать Течь Все Захлопнулось Замечательно Теперь обратно Нужно закрутить Те болты Которые были Болты мы уже вставили Поэтому вы видите Процедуру Закручивания Это не головка Блока цилиндров Поэтому можно Болты Закручивать Подряд И ничего страшного В этом не будет Болты 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 желательно Не пережимать Потому что Пластик Все таки Остается пластик И он может Лопнуть То есть Большого фанатизма В этом вопросе Так сказать По русски Предпринимать Не нужно С таким Легким усилием После того Как бак готов Сборка Производится В обратном Порядке Если вы Не запомнили Перемотайте Обратно Еще раз Посмотрите Хотя я думаю Что если вы Уже сами Разобрали То поставить Бак обратно Особо большой Проблемы У вас Не составит Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова